Так, ребят, всем здорово! Быстрый, хороший, качественный обзор новой акции под названием Мистическая кузня. Итак, берем мистические сундуки, которые нам на прошлой неделе выпадали. Если хотите подробнее о них узнать, можете выпуск за прошлую неделю посмотреть. Берем еще мистических кристаллов, вот такую вот охапку о них сейчас поподробнее поговорим. И, значит, закидываем все это в рандом крафт. Ну, не в рандом, а в особое создание. И в итоге мы можем попробовать сделать любую пушечку Монарха Льда. Сами понимаете, это вкусно. Чтобы вы примерно понимали вероятности, да, здесь еще идет сундук производства оружия Монарха Льда. Из этого сундука мы получаем все ингредиенты для того, чтобы здесь вот потравить. Здесь 5,5 процентов шанс, да, но здесь еще не забывайте, нужно 60 миллионов адены сюда докинуть. Это тоже такая весомая штука, особенно там сразу 10 трав, допустим, это уже хорошие бабки. Вот. Чтобы вы примерно прикидывали, как все это дело, допустим, в итоге работает, да, значит, мы берем, допустим, 10 вот таких вот трав, оттуда 45 процентов вероятность, что упадет готовая пушечка, да, и примерно 4 вот таких вот сундука вам еще должно точно выпустить. Вот. 4 таких сундука равно еще примерно там сколько? 22 процента вероятности, что выпадет. И вот от этого вы можете сами уже отталкиваться и сравнивать это и примерно прикидывать. А сколько стоит один трай при этом, да? Ну, давайте прикинем. Мистический сундук уровень 7 у нас, x1. Для него нам абсолютно точно понадобится, я сейчас скажу сколько, значит, примерно, 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 примерно 150, 145 сундучков, значит, первого уровня, 145 сундучков первого уровня. Это, ну, почти две коробки, значит, на один мистический сундук 7-го левла, вот. Но самое интересное то, что понадобятся еще вот такие вот кристаллы. Кристаллы мы добываем из, опять же, из прошлой акции, можно тупо вскрывать сами сундуки и таким образом вы будете добывать с одной коробки примерно 40-50 у таких вот кристаллов, вот. Либо мы их просто обмениваем и это повыгоднее, потому что гарантированно практически из каждого на этой стадии, ну, да, там, я не знаю, покупаем на коробку, да, и у нас получается, что половина при обмене уже уходит на мистический кристалл и умножается еще на два, потому что два с каждого будет падать. Итого, типа, 40 штучек у нас идут по x2, это уже 80, да, ну, то есть берем 80 вот таких вот, закидываем с 50-процентной вероятностью, получаем 40 фейлов по факту, то есть вот этого второго варианта, и 80 у нас получается. Потом еще 40 закидываем вот сюда, и здесь уже с каждого фейла по три штучки ловим. Вот, и это уже, ну, типа, интересно, и таким образом мы фигачим, фигачим, фигачим больше просто самих кристаллов получается через вот такие вот обмены. Вот, поэтому можете сами прикидывать уже там чего, как, куда. Я довольно затруднительно сказать, сколько здесь будет стоить один трайп, потому что разброс довольно-таки большой. Если мы доходим до, к примеру, вот, вот этой вот уже ступеньки, да, то есть здесь уже 96 целых за фейл падает, а это, в принципе, 1 шестая от того, что нам нужно. В общем, в любом случае нужно будет, по крайней мере, по крайней мере, я думаю, коробок 5, чтобы собрать вот столько кристаллов. Как ни крути, просто обмениваете, да, потом ненужные мистические сундуки скидываете на рынок, и это самое интересное, но мы к этому вернемся. Вот, дальше у нас еще стоимость попытки... Вот, можно обменивать напрямую их, конечно же, но это очень глупо, таким образом, их тратить, потому что они нужны сюда. И вообще, это очень хорошая, хитрая акция, это новый с двойным дном получается, и из этого тоже нужно сделать хорошие выводы. Вот мы в конце видосика вернемся к этому делу. Вот, и также можно потравить броню защиты, да, обратите внимание, здесь нужно 6, да, ну, 2 шестых сундука. В принципе, в принципе, 2 шестых сундука, 2 шестых сундука, это примерно как 2 трети седьмого сундука. Вот, и опять же, здесь нужны мистические кристаллы, но здесь не выпадает, если что, с 40% вероятностью вот этот вот набор для создания. Это тоже нужно понимать. Здесь вам либо упала броня, либо не упало ничего, да, ну, печать герана, это так, просто фигня. Опять же, прикидываем примерно, сколько там что понадобится. Вот, на вот это вот безобразие у нас уйдет, ну, по крайней мере, коробки 3, чтобы столько мистических кристаллов насобирать. Это уж точно, а то и 3,5, по-хорошему, 4, на скорее всего понадобится. Вот, мистических сундуков X2, это нам нужно будет. На 1,7 нужно было порядка 145 на 1,6 нам понадобится примерно 50 коробок первого уровня. Вот, то есть, итого примерно где-то, ну, где-то 4-4,5 коробки и весь трай будет, если вы не скупаете конкретно коробки с рынка. Ну, коробок у вас и так будет дофига. Поэтому в любом случае скупать их не нужно будет, вы будете просто кристаллами фармить вот эти вот, ну, вы будете фармить кристаллы и побольше штука для вас, вот эти вот коробки. Итого 5 коробок за 1 трай, и того можете сами прикинуть. Здесь, опять же, все стоит одинаково. Я смотрю, типа, и нужные части брони, и ненужные части брони. И это довольно-таки прикольно. Единственное, тут нету, а, даже, а, шлем есть, все хорошо, все есть, все замечательно. Ну, вот, ну, 5 коробок, да, то есть, соответственно, 4,5 процента, и это мы прикидываем примерно, что нам понадобится. 20 трайв, да? Ну, примерно 20 трайв, по крайней мере, 20, вот, в среднем. Ну, на самом деле, немножко побольше, но, тем не менее. Итого 5 коробок на 20-100 тысяч рублей, ну, такое, такое, не знаю. Пушечка, наверное, как-то поинтереснее звучит, честно говоря, потому что здесь вероятность получения уж как-то побольше. Но, тем не менее, тем не менее, это все дефицитные такие, довольно-таки, штуки, и некоторые из них стоят довольно-таки много. Те же самые набедренькие защиты, да, плюс 5, они очень балдежная вещь, которая нужна вообще любому, кто в Бегваре участвует. Вот, значит, что мы можем сделать, какие выводы вообще в целом из этой акции? Во-первых, сейчас сундуки еще сильнее в своей цене просядут, да, потому что все будут троить вот эти вот мистические кристаллы, да, кому вот это вот, ну, кто-нибудь точно захочет себе сделать типа седьмую пушечку, будет сливать просто тонны этих коробок тупо на рынок, поэтому коробки еще сильнее сейчас просядут, поэтому в коробке, как по мне, вкладываться вообще уже смысла нет. В начале акции был огромный смысл, сейчас это просто будут минус бабки. Вот, это первое. И второе, ребятки, второе, смотрите, и ново завозят нам акцию, и в первую неделю оттуда выпадают вот эти вот говнокристаллы, которые нахрен никому не нужны, которые можно по супер унизительному курсу обменять на типа вот эти вот блески на эпик, да. И в итоге проходит неделя, и эти мистические кристаллы офигительно становятся нужны, становятся нужны гораздо сильнее, чем вот эти вот коробки. И что это нам говорит? Это говорит то, что если какая-нибудь вот такая вот говнорасходка побочная, она пролежит не только эту неделю, но и следующую, вполне возможно на следующей неделе будет такой ивент, который нам позволит, в общем-то, закидываться и обмазываться каким-то крутым лутом. Но на крафт нужны будут вот эти вот говнокуски. Вот, понимаете, да, о чем я говорю? Не нужно спешить. Как вначале не нужно было спешить покупать коробки, так сейчас не нужно... Вот. Так, как вначале не нужно было спешить покупать коробки, так вначале и не нужно было сливать вот эти вот кристаллы на всякую лабуду. Сами по себе они не передаются, насколько я знаю, да. Так вот, мистический кристаллы. Да, они запечатаны. Вот, в общем, такие интересные выводы, такая вот прикольная акция. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока.